Я так понимаю, свою цель, задачу, которую передо мной поставили организаторы, рассказать вам про программу. Называется «Мастер-класс», но я не думаю, что мне нужно здесь показывать мастерство какое-то. Мне нужно вас проинформировать о том, что такое социология и с чем ее едят. Наверное, вы уже в 5-го год в лице, вы же с 9-го класса или только сейчас первый работал? Кто-то с 9-го, кто-то. А, ну, тот, кто с 9-го, наверное, уже более-менее ориентируется в нашей сложной структуре. Тот, кто первый год учится в 10-й класс, пришел в лице, и тот, наверное, еще не совсем освоился. Программы уже, то есть вы сейчас в лице, это средняя школа, затем после окончания у вас еще, этот год, я так понимаю, самый классный, но вы 10-й класс, да? То есть у вас последний свободный год, у вас же нет экзамена никакого в конце этого года, ни ЕГЭ, ничего. Ну, поздравляю вас с удачным временем вашей жизни, потому что в прошлые годы вы, наверное, готовились к каким-то там выпускным экзаменам из 8-го класса, в следующем году у вас будет геморроя, связанная с ЕГЭ, а в этом году вы свободные люди, более-менее. Но, тем не менее, это свобода, да, что такое? Это не безответственность, то есть нужно понимать, к чему вы идете, куда вы будете поступать. Наверняка, среди вас есть люди, которые интересуются экономикой, социологией, политологией, менеджментом, менеджментом, то есть вот такие социальные дисциплины, и, насколько я знаю, в лицее есть различные классы, там дизайнер, социально-экономический блок и так далее. Скорее всего, здесь присутствуют те, кто как-то задумывался о том, чтобы вот потом пойти по пути экономики, социологии, менеджмента и так далее. Можно мне поднять руки люди, которые действительно рассматривают этот вариант для себя, экономику, социологию, менеджмент, политологию, ну, большинство, да. А дизайнер? Дизайнер здесь есть? Дизайнер здесь есть. А кто еще? Кто тут не поднял руку? Вы куда собрались? В какую-нибудь айтишную, наверное, да? Нет? Куда? А гражданой планет тоже, в общем, вещество социально-экономическое, да. Значит, смотрите, в принципе, первый вопрос, который сразу возникает, я думаю, у большинства здесь присутствующих, но, может, за исключением тех, которые уже точно знают, что такое социология, вопрос связан, а что такое социология? Что это за такой зверь? И, в принципе, наверняка, тот, кто не особо интересовался этим, думает, что социолог, это человек с анкетой, который бегает по супермаркетам различного рода, различной величины, и пристает к людям с анкетой, с вопросами, да. Наверняка, вы сами тогда посещали такие заведения, встречали таких бедных людей, которые к вам приставали, а вы говорили, нет, нет, спасибо за внимание, я пошел. Вот, и, в общем-то, кроме чувства сожаления по отношению к этим людям, очень не испытывающего. Ну, хочу вас обрадовать или разочаровать, я не знаю, как у кого. Социолог – это не человек с анкетой, да, то есть социолог, особенно тот, который выпускается из нашей программы, это человек, не занимающийся сбором данных, самостоятельно, хотя это тоже возможно, но, тем не менее, это не его основная функция. Его основная функция – это анализ, да, то есть это такой аналитик широкого профиля, то есть это человек, который способен применять современные методы, использовать данные самой разной природы, это может быть и анкетный опрос, а может быть и бигдейта, да, то есть эти данные, знаете, что такое бигдейта, да? Нет, что такое? О, один человек знает. Значит, бигдейт – это такие данные, которые в силу того, что современная экономика все больше и больше цифровизируется, это те данные, которые остаются как следы цифровые, когда клиенты пользуются услугами той для компании. Ну, например, у вас, наверное, есть карточки банковские, родители уже подарили, такое счастье. То есть вы приходите в банкомат или приходите в какой-то магазин, оплачиваете покупку и остается след. Или вы включили навигатор, чтобы узнать, когда лицей добраться, да, и это тоже след остался. Вы открыли в ВКонтакте или Фейсбук, там, что написали, тоже остались собраны след. Вот такого рода данные – это очень ценная вещь. Почему? Потому что когда мы ходим и спрашиваем, задаем людям вопросы, ну, не мы сами ходим, а интерьеры, да, мы эти анкеты делаем для них, то, в принципе, мы опираемся на то, что нам люди говорят. Вы, наверное, сами по себе знаете, что можно говорить одно, думать другое, а делать вообще третье, да. Поэтому ценность того, что люди нам говорят, хотя люди вообще хорошие люди в основном, они не мрут, да, они не говорят то, что думают или то, что делают, но здесь все равно есть сомнения. А вдруг человек, ну, просто даже некоторые вещи он даже не знает, да, то есть, ну, не знаю, если я вас сейчас спрошу о том, каков уровень доходов вашей семьи, может быть, некоторые затруднитесь, потому что не всегда родители делятся со своими детьми о том, сколько они получают и каков размер их доходов. Или у вас, если спросите еще о чем-то там, то, что вы лично не делаете, но делают ваше домохозяйство, да, то тоже вы можете просто не знать. Поэтому анкетные опросы, они ограничены вот этим фактом, что то, что люди говорят, не всегда соответствует тому, что они делают. А big data – это шикарная вещь, потому что, если вы что-то сделали, то след и оставили. То есть здесь разница между тем, что вы делаете, тем, что оказывается в базе данных, практически минимальная. Вот поэтому big data – это вещь. И последние там лет пять она становится все более-более популярной, все больше и больше компаний, которые хотят понять, как думают и работают или делают, что их клиенты, они вот опираются на эти данные. Ну и мы, шагая в ногу со временем, мы тоже вводим курсы, которые учат вас, например, собирать данные по Facebook, ВКонтакте, какие-то, ну, открытые, естественно. Мы все-таки социологи, они ГБшники, поэтому мы опираемся на то, что люди добровольно согласны, чем они добровольно согласны, поделиться. Поэтому во всех этих интернет-ресурсах есть специальные коды, где написаны какие данные свободные, да, то есть которые мы можем использовать, какие закрытые. Поэтому мы собираем то, что люди добровольно согласны, чем они добровольно согласны с нами поделиться. Для того, чтобы это освоить, нужны языки программирования. И вот на первом курсе у нас уже есть питом, который студенты осваивают, а дальше, например, те ребята, которые действительно интересуются этими вещами, они идут на майнер по индивидуальному анализу данных, а на четвертом году, это вот майнер на два года идёт, ну, это такая стандартная для ушки вещь, вторая такая мини-специализация. А на четвертом году могут выбрать тоже курсы по выбору, связанные с вот аналитикой наших данных. То есть в этом смысле на программе вот реализовано не только обучение того, что традиционно для социологов свойственно, это умение составлять вопросы, ангетировать, то есть вот задавать и обрабатывать эти данные, но и вот эти новые методы, которые связаны с использованием больших данных, которые существуют на сегодняшний день, и всё больше и больше их становится. Значит, ещё какая особенность программы по социологии? Социология — это научная дисциплина. То есть если вы всегда рассматриваете, например, такие программы, как маркетинг, рыночный аналитик, какой-то менеджмент, государственное управление или бизнес-менеджмент, то имейте в виду, что бакалавряты в целом делятся на научный бакалаврят, когда по основе бакалаврятской программы уже какая-то научная дисциплина. И это физика, химия, биология, ну это, естественно, научная, экономика, социология, политология — это всё научные дисциплины. И такой более прикладной вариант, когда вот эти науки тоже проходятся, но они как бы не являются центральным таким предметным полем, а скорее используются для того, чтобы решать какие-то уже прикладные практические задачи. И это вот в этом смысле менеджмент, маркетинг — это такая уже более прикладная бакалаврят, в рамках которого вас учат уже непосредственно вот этим приёмом. И там эти науки используются как такой синтетический вариант, чтобы там чуть-чуть психологи, чуть-чуть социологи, чуть-чуть экономисты, чуть-чуть то, всё, и для решения практической задачи выбираете то, что вам подходит для этой задачи. В целом, если выбирать, какой бакалаврят лучше, прикладной или научный, здесь может быть используется такой принцип. Всё-таки науки — это определённая система мышления. То есть если у вас бакалаврят какой-то научный, то вы осваиваете логику этой дисциплины. И это обычно хорошо в долгосрочном плане, потому что мир меняется очень быстро. Если вы сегодня выбрали какую-то прикладную вещь, освоили её очень хорошо и завтра вышли на рынок, продали свои компетенции, продали деньги, это неплохо. Но если мир поменялся, эти компетенции больше не востребованы, вот для того, чтобы освоить что-то другое, новое, обычно требуется более широкий изначальный бэкграунд. Если вы сразу заточились на что-то конкретное, то вы можете испытывать затруднения потом при переключении, при переобучении. Если у вас в бакалавряте есть вот этот такой широкий научный бэкграунд, потому что, кажется, обычно людям как науки, это для высоколобых, это для очкариков, для ботанов, которые потом хотят быть самими профессорами в университетах, но это типа не мой путь, это типа я не хочу. Я хочу бизнес, я хочу денег заработать, я хочу карьеру строить и в международной компании работать. Но вот на самом деле это не совсем так. Для того, чтобы работать в международной компании, обязательно сразу убирать прикладную дозу бакалавря. Вполне хорошей стратегией может быть вот этот широкий научный бэкграунд, потому что научное мировоззрение, оно чем хорошо? Оно аналитично. То есть, когда вы обучаетесь наукам, вы развиваете свои аналитические способности и осваиваете вот эту систему понятий, методов, подходов, теорий, которые в этом научном направлении есть. И это позволяет потом перейти, сузиться уже на уровне магистратуры или каких-то дополнительных курсов позже. И тогда вы уже фокусируетесь, имея и на обычный бакалавриат, и сфокусировались на каких-то определенных методах. Такая штука, она более долгосрочная. То есть, она подает вам какие-то такие компетенции, которые сложно получить сразу по преподному бакалавриате. В дальнейшем еще какой момент? Это опять опытная вещь, это теоретически-контектуально можно это тоже обосновать, но опытная вещь какая? К нам, например, у нас в нашем департаменте по социологии есть и бакалавриатские программы, а так, вернее, по социологии, и есть магистрские программы. И вот на эти магистрские программы к нам иногда приходят ребята из прикладных бакалавриатов. И вот переделать, например, маркетолога, есть уже случаи, когда пришли на прикладные методы анализов рынков, люди с маркетинговой различной аналитики, очень сложно. Вот стать социологом из маркетолога на уровне магистратуры это дополнительное усилие требуется. Это тоже возможно, не знаю, что прям в принципе это не противопоказано, но нет, это возможно, но требуется дополнительное усилие. Зато опыт, когда социолог, изучивший бакалавриат, пошел на какую-то маркетинговую программу, очень легко адаптация идет, потому что от широкого к узкому подойти проще, чем от узкого расшириться до всего-то более широкого. Поэтому имейте это в виду, подумайте, я не говорю, что вам надо делать на социологию, но как минимум, если вы выбираете, подумайте. Городское планирование в этом смысле оно такое, мне кажется, что здесь это хороший вариант, потому что там есть, в общем-то, по основе социология, и дальше уже идет какая-то прикладная часть, то здесь, наверное, это такая уникальная, правда, наверное, первый год у нас только, поэтому там еще не очень понятно, чего и так, да, мне кажется, что здесь страшно идти на нее, да, сразу, потому что там есть большая составляющая научного подхода. Вот, то есть это вот такое вот общее размышление по поводу того, стоит, не стоит, или в какой-то вариант лучше идти. Дальше, следующий момент, поскольку социология неизвестна для многих, и опять в общественном сознании бытует вот это мнение, что социолог учат с анкетой, то многие студенты, а дуренты, вернее, они задумываются об экономике, потому что понимают, кто такой экономист, они задумываются там, то есть о юридическом бакалориате, потому что понимают, кто такой юрист. Вот, и поэтому в этом случае начинается, ну, как вот, желание стать экономистом или стать, например, айтишником, да, оно, в общем-то, понятно, потому что это понятная профессия, социолог непонятна. Но в данном случае есть еще одно практическое размышление, что поскольку экономика известна, и все хотят быть экономистами, и часто конкурсные экономические и бакалориатные экономические программы выше, и проходной балл туда выше, чем, например, на нашу бакалористскую программу. Хотя последние годы, я уже чувствую, что мы подбираемся к высотам экономистов и менеджеров по парканому баллу, но тем не менее, сразу там несколько баллов или даже почти 10 баллов может быть разница. Значит, дальше встает вопрос такой. Если вы хотите быть экономистом, но не добрали баллы, да, то что может... Стоит ли, допустим, у вас выбор такой, пойти на платный бакалориат по экономике или на бесплатную социологию, да, то есть такая вилка. Значит, если ваше желание быть экономистом устойчиво и осознанно, то, наверное, имеет смысл поплатить, ну, если есть фрилансы, конечно, и пойти туда. Но если экономика – это скорее метафора, да, вы как бы не особо хорошо знаете, кто это такой, даже еще для себя не точно определили, хотите ли вы быть экономистом, то можно рассмотреть социологический бакалориат вполне, потому что в рамках нашего социологического бакалориата экономика у нас присутствует в большом количестве. Ну, например, на первом году у нас макро-микроэкономика такая же как экономист, причитают ее экономисты. Потом опять, если хотите быть экономистом, в качестве майнера берете экономический. Экономический майнер – там тоже экономисты, там тоже выстроена сквочка курсов, которые с учетом того, что вы прошли микро-макро, дальше развивают ваши компетенции. И на четвертом году, у майнера опять два года, на четвертом году есть такая специализация как экономической социологии. И там, вы сами понимаете, экономическая социология присутствует. Но не в виде как бы экономической дисциплины, как татовой, а в таком свернутом виде практически во всех курсах всегда есть некая референция в экономике, потому что экономическая социология родилась как социология экономической жизни, как альтернатива экономическому подходу. Поэтому каждый курс, который в этой области преподается, он всегда берет сначала экономическую модель, говорит, смотрите, какие экономические дурачки, ну или наоборот, какие-нибудь умницы, что они придумали. А вот мы, социологи, можем посмотреть на это иначе. У такого подхода есть еще такое преимущество. Современная аналитика – это вещь, которая… Хорошая аналитика – это тот, который не зашорен. Это тот, как человек, который любит альтернативы, может эти альтернативы между собой сравнить и выбрать наиболее адекватную. Поэтому, когда мы сравниваем социологические подходы с экономическими, очень хорошее развитие эти аналитические способности, потому что можно посмотреть на те исходные предпосылки, с которыми заходят экономисты для моделирования понимания экономической жизни, и те исходные предпосылки, с которыми заходят социологи. И сравнивать их между собой, и переходить к интересным выводам. Если бы мы верили в экономические предпосылки, то какой бы вы получили? Если бы мы верили в социологические предпосылки, то какой бы вы получили? И все равно социологи здесь пытаются признать экономистов. То есть все время некое соревнование. Отсюда, конечно, очень интересные связи интеллектуальной игры в то, какая модель адекватнее объясняет существующую реальность. Часто социология не имеет некое преимущество, потому что мы говорим на человеческом языке. Социология — это наука в обществе, но и хотя бы это наука, то есть есть понятивный аппарат, который превосходит обыденный язык. Но тем не менее мы рассматриваем мотивации людей, их интерпретации, смыслы, которые люди несут в голове, предают своим действиям, затем действуют. Экономистов все-таки в этом смысле аппарат более узкий в каком отношении. Там есть некая универсальная модель рациональности человеческого поведения, что люди, выбирая между различными вариантами, оптимизируют кост-бенит анализов. То есть минимальные затраты, максимальный результат, но поскольку нельзя заплатив немного, получить все, то ищется какой-то оптимальный вариант сочетания. При прочих равных наименьшая цена или при прочих равных наибольшая полезность. У социологов вот этих моделей намного больше. Здесь включаются и другие различные переменные, такие как власть, отношения между людьми, сетевые взаимоотношения, культуры, институты и так далее. Поэтому, опять же, человек, который ориентирован на экономику, может поступить так. Если есть размышления об альтернативах, если выбрали уже и идете туда, то можно не рассматривать это. Но если есть размышления, то можно пойти на социологию, выбрать эту линейку курсов, связанную с экономическим анализом, а затем, закончив, говорят, по социологии, пойти на магистратуру по экономике. И таким образом у вас будет два образования – и экономиста, и социолога. Социолог – бухгалерят, магистратура – экономиста. Таких у нас студентов, которые шли такими путями, ну, не большинство, естественно, но они есть и вполне успешны. И многие после окончания магистратуры работают экономистами, то есть это все тоже возможно. Потом, что еще? Социология сама, несмотря на то, что я вам тут поговорила о каком-то едином научном мировоззрении, лежащем в основе науки, социология сама очень много дисциплины, не много дисциплины, но много подходов есть внутри социологии. У нас нет такой вещи, как мейнстрим. Вот в экономике мейнстрим есть. Мейнстрим – это макро-микро-базис, с которым согласны большинство экономистов. И если дальше идут развитие, там, и стациональная экономика, и поведенческая экономика, но тем не менее все это строится на основе вот этого общего базиса микро- и макро-подходов в экономике. В социологии такого нет. Социология мультипарадигмальная, как мы ее называем. То есть в социологии есть и качественная социология, значит, она хорошая, значит, что она работает с качественными данными. Но качественные, опять-таки, это не вопрос плохие-хорошие, а качественные – это вещи, связанные со смыслами. То есть вот когда нас интересуют смыслы людей, их интерпретации, их мотивации, вот тогда речь идет о качественных методах. И в то же время есть количественная социология. Количественная социология связана с тем, что поведение превращается в измеряемую какую-то цифру и дальше в число. И эти числа дальше анализируются количественными методами. Поэтому если еще есть люди, которых, допустим, еще не очень понятно физики, вы не лилики, то это тоже хороший вариант. Потому что в данном случае определиться можно по ходу боя. То есть вы поступаете на социологию, дальше выбираете, у нас обязательные курсы есть и того, и другого рода. И дальше вы смотрите, к чему больше тяготеет ваша душа. К качественным методам, фокус-группы, интервью глубинные, анализ текстов тематически, так как словой. Или количественные, когда есть регрессии, корреляции и прочие прелести количественного анализа. Вот тогда, если вы чувствуете, что числовая составляющая вас подреда интересует, и если, например, вы думаете быть экономистом, тогда, конечно, специализироваться тяготень нужно количественным методом. Если вас интересуют больше вещи, связанные с философией, культурологией, такого плана, антропологией, то это тогда качественная социология вполне близка. И психология, потому что социальная психология и социология в этом направлении имеют даже общих классиков. Например, тот же МИД, классик социальной психологии и классик социологии. Поэтому здесь можно, соответственно, принять более информированное решение, поскольку, когда вы выбираете, не очень зная, с чем вы имеете дело, то и решение может быть как бы такое, как лотерея, пальцем не подкнули и получили что-то. А когда вы более-менее начинаете разбираться в этом, получаете информацию, получаете представление об этой сфере, то, соответственно, выбор становится информированным, а, следовательно, есть вероятность, что он будет более качественным. Ну, это вот как бы по поводу того, как выбирать. С точки зрения самой программы, переходим к этому. Что это за программа? Ну, во-первых, вы, наверное, знаете, что у нас вышка активно участвует в программе 5 стол. То есть мы хотим стать университетом в сотне лучших университетов мира. Пока еще вышка в целом этого не достигла. У нас есть ряд программ, которые уже успели оказаться в сотне лучших по предметным рейтингам. И у-оу, социология как раз среди них. То есть мы лучше, чем в среднем повышке в этом смысле оказались. Отчасти, конечно, это некое лукавство, потому что, наверное, соревнование между бакалавриатами по социологии, оно менее жесткое, чем, например, между бакалавриатами по экономике или социоуниверситетами. И поэтому мы уже в этой сотне, ну я так думаю. Но с другой стороны, знаете, все-таки в бакалавриатах программ по социологии по меру тысячи, а мы в сотне. Наверное, что-то это говорит о качестве преподавания в нашем бакалавриате. Хотя, если мы посмотрим на то, как эти рейтинги формируются, мы увидим очень интересную вещь. То, что в этих рейтингах вообще, слава богу, присутствует именно качество преподавания. То есть там, потому что качество преподавания, как его измерить? Очень сложно померить. Рейтинги, они объективистские, они должны опираться на какую-то объективную информацию. Поэтому в рейтингах самый большой вес составляет публикации сотрудников, которые преподают на программе, и их качество журнала, в котором они опубликованы, и, например, количество цитат других коллег на работы этих социологов, этих ученых. И вот это, мы в этом отношении, видите, качество нашего преподавательского состава достаточно высокое, потому что мы оказываемся в сотне именно по этому критерию. Почему это важно для преподавания? Потому что кажется, ну что, какие-то там соколовые что-то где-то публикуют, и с какого пьяного ежика мне надо, значит, туда идти учиться. Чему они меня могут научить, они там свои исследования проводят. На самом деле, это связь очень прямая и очень важная, поскольку, когда вы будете учиться буквально 4 года, вот вам сейчас сколько, 16? Да. То есть это четверть вашей жизни прошедшей, представляете? Вспомните себя 4 года назад. Вы там сейчас присохничествуют, какие-то там игрушки теребили, да? Ну вот, а сейчас уже нет. Ну то есть 4 года в вашем возрасте это очень большой срок. И хочется провести его с пользой. Значит, когда вы приходите учиться у людей, которые сами проводят исследования, публикуются в международных журналах, то есть делаете это адекватно мировым претарием научности и качества этих исследований, то эти же люди, когда они входят в свою аудиторию, они вам доносят вот эти все вещи. То есть учиться у человека, который может что-то пересказать, даже хорошо пересказать учебник, это совершенно другое дело, нежели учиться у человека, который делает сам исследование. Потому что исследователь неизбежно, даже если он преподает какую-нибудь классическую вещь, он это делает совершенно по-другому, чем нежели когда он просто пересказывает учебник. Потому что исследователь всегда нас приедет. Для того, чтобы опубликоваться в международном журнале, нужно знать всю литературу современную по той теме, по которой он это делает. Поэтому это действительно классный специалист в этой области знаний. Поэтому, когда он выходит в аудиторию, он все это транслирует. Более того, отношение к теориям у исследователей совершенно другое, чем нежели у обычного преподавателя, который только пересказывает учебник. Потому что в этом случае теория – это инструмент. Инструмент понимания того, что происходит за окошком. А не просто пересказать. Неговорящая голова, которая в свое время как читала этот учебник, а теперь доносит это вам. А это человек, который использует эту самую теорию в своих собственных исследованиях. Это здорово. Второй момент важный. Все-таки лыжка. Вы же хотя и учитесь лицеем лыжки, наверное, вы тоже уже не рабы лыжки. Вы имеете свободу выбора. И думаете, наверное, что относительно того, что хорошо, лицея закончен, но, может быть, мне стоит пойти в ВГУ, например, или выступить в какой-то другой университет. В ГИМО, другие флагмоны нашего университетского рынка. В этом случае, конечно, нужно посмотреть еще не только на то, у кого вы будете учиться, но и на то, с кем вы будете учиться. Потому что это очень важная вещь. Наверное, вы уже это чувствуете на своей шкуре. Поскольку вы пришли из других школ. Кстати, мне всегда интересно. Вы пришли в лицей, и у вас теперь есть опыт, как минимум, школы, в которой вы учились, и опыт лицея. Чувствуете разницу? Конечно. Ну и так, что именно? Стаканчиков нет. А в школе были, да? Были. А, только что. Я думала, там были стаканчики. А в водах было? Или только стаканчики? В водах было. А в водах было. То есть, в лице им учиться хуже, стаканчиков не дают. Я поняла вас. А, еще какие есть? Какая-то еще разница есть? Свобода. Больше часов. Больше часов свободного времени или замеса. Окей, больше свободы. Это хорошая, кстати говоря, вещь. В университете это продолжение этой логики. Потому что свобода вам дана для чего? Для того, чтобы вы потратили эти часы на то, что вы считаете важным. Поскольку мы, конечно, взрослые люди и уже имеем какой-то опыт жизни на этой планете и в это время, в этом месте. Но, тем не менее, как это будет, жизнь развиваться, фиг его знает. Мы точно так же не знаем, как и вы. Вот. Поэтому, а жизнь-то ваша. Поэтому принимать решение о том, чему учиться, у кого учиться и как учиться, все-таки лучше передать тому, чья жизнь, ну, полагателем этой жизни. Потому что принимать решение за вас, это хуже не бывает. Поскольку, я не знаю, как ваши родители дают вам такую же свободу, как лицей. Да. О, это хорошие родители. Это отличные родители. Если ваш родитель не деспот, вам повезло. Поэтому мы тоже не деспоты. Мы тоже как бы даем эту свободу. И смысл университетского образования, конечно, в том, чтобы использовать это на благо, на свое благо для себя и для своего развития. Вот. Поэтому готовьтесь к тому, что это будет продолжение. Но, тем не менее, вы можете выбирать, в какой университет поступить. И здесь, вот, опять важно, важно, у кого учитесь и с кем учитесь. Значит, что я могу сказать про наших студентов социологического бакалавриата? Честно говоря, с каждым годом, я каждый год это набираю, первопрочных, потому что я преподаю на первом году, там, для академической группы социологическую теорию. Мне кажется, боже, какие классные дети. А на следующий год приходят и еще более классные. Я думаю, когда же это остановится? Или просто новое поколение, это вообще какой-то космос. То есть я в большом восхищении от вас, ну, не от вас еще конкретно, но от людей вашего возраста. То есть вы молодцы. Вот. И ребята очень хорошие. Ребята мотивированные. То есть им нравится учиться, они хотят учиться. И они хотят читать. Вот это вот удивительная вещь, да. То есть потом, как, правда, это со временем проходит, я так понимаю, в силу занятости или вовлеченности. Но первокурсники не читают. Они читают книжки, читают этот текст, обсуждают этот текст. Ну, особенно, у меня академическая группа. Для меня это удивление, потому что все мои коллеги говорят, мне никто не читает, никому это все не интересно. Ну, не говорят, коллеги по кафедре, но вот часто я это слышу. Хотя и по кафедре тоже бывает, что рассказывают такие мнения. Но ребята, естественно, очень продвинутые. Второй момент важный. Здесь вы, кстати, можете послушать. Перед прошлой, в июне и в июле прошлого, этого года, прошедшей приемки, мы записали интервью. И это интервью есть, наверняка вы знаете этот сайт «Поступаем в вышку на социологии ГМУ и ГМУ». И там вот много материалов полезных для поступления. И там вот в этом вы можете найти интервью с Глебом Гладковым. Он у нас победитель в Сиросах. И как раз, когда мы с ним проводили интервью, идея была какая. Скажи, пожалуйста, вот победитель в Сиросах. Интересно на социологии или скучно? Ну, что-то победитель в Сиросах, представляете, это такие тоже небожители. Он сказал, что интересно. Более того, ему нравится конкуренция. И эта конкуренция, конкуренция между студентами, да, это такая здоровая конкуренция. Когда нет подкладывания кнопок под задницу конкурента, да, когда есть некое творческое сотрудничество и конкурирование в плане того, чтобы ставить себе амбициозные задачи и достигать. То есть он как раз, я даже удивилась, когда он мне говорил, подмитый мне, там мы общались втроем, что такой, как бы вот атмосфера, которая сочетает в себе и взаимопомощь, у нас действительно ребята очень дружные. И при этом вот нет такой элемент конкуренции, который дает возможность для дальнейшего развития. То есть атмосфера очень такая мотивирующая и приятная. Вот, поэтому как можно еще определить эти университеты, по принципу, ну, как бы понять, есть там с кем учиться или есть. По проходному баллу. Хотя, конечно, ЕГЭ, я понимаю, не совсем хороший критерий. Тот, кто хорошо сдает, отлично сдает ЕГЭ, еще не значит, что это действительно самый продвинутый человек. Наверняка те, кто из вас, кто плохо сдаст ЕГЭ, будут этим амбургентом пользоваться. Но действительно, с другой стороны, если человек способен сдать ЕГЭ, наверное, что-то он еще способен, кроме ЕГЭ. То есть посмотрите на проходной балл ваших будущих коллег с окошников. Это хороший тоже такой, ну, наверное, не 100%, но все-таки критерий для отбора той программы. Если балл низкий, ну, будет, возможно, будет скучно. То есть есть такой принцип. Если вы первый парень на деревню, видимо, пора смеять деревню, да. Ну, то есть, как бы увеличивает. Если вы самый лучший в среде своих друзей, то, наверное, вы уже переросли эту группу. Вот, поэтому мы стараемся всеми силами создать условия и загружаем по полной. У меня тут когда-то недавно был случай, когда пришла ко мне студентка, говорит, знаете, мне что-то на первом году мало. Вот она отучилась один модуль, говорит, мне как-то кажется мало, мне хочется больше. Ну, я на нее выгодила. Все, что у нас есть больше, она под тяжестью этого больше ушла. Ну, то есть, если есть желание, всегда можно найти себе интересное занятие. Кстати говоря, многие студенты поначалу делают такое, на мой взгляд, ошибочное решение. Многие из вас понимают, что мы живем в глобальном мире, и мы должны изучать языки. И вот первокурсники просто кучами записываются на иностранные языки, на французский дополнительно, помимо английского. А английский у нас тоже, кстати, по выбору. Но на французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, арабский, тут просто вообще. Я когда на них смотрю, мне тоже кажется, как это возможно. Но в некоторое время такие же пачки отписываются от этих вторых, третьих, пятых языков. То есть в чем, как я понимаю, логика? Дело в том, что когда вы учитесь в вышке, вам доступны все возможности вышки. Вы можете ходить на научные семинары, вы можете работать в научной лаборатории, вы можете в библиотеку. В библиотеке-то были? Да. Ого, да. А язык учить можно вообще-то в любое время года, в любое время вашей жизни. Кроме того, учить язык преподавателя, ну я не знаю, как у вас, у меня лично, конечно, не особо это получалось никогда. Я английский выучила тогда уже в бою, когда я поняла учиться на PHD в британский университет, когда я начала читать, слушать, смотреть фильмы на английском языке. Вот тогда это было действительно обучение языку. Язык – это контекст, язык – это инструмент. Во всяком случае, когда вы не лингвисты, не ваша профессия, не переводчик, то язык – это средство для чего-то. Если вы его учите как цель, может оказаться, что это не очень эффективно. Поэтому многие первокурсники начали изучать вторые и третьи языки, потом понимают, что в сутках по-прежнему 24 часа. Ничего не поменялось. Много реформ в стране проходит, но в сутках у нас все равно 24 часа остаются. И хочется их потратить на то, что является конкуренто-преимуществом вышки. Это вот наша академическая атмосфера, наши возможности предоставить студентам на площадке для их развития аналитических способностей, исследовательских способностей и каких-то социальных, потому что у нас также социальная жизнь достаточно богатая. И вот они отписываются, переходят уже на другие активности. Поэтому имейте в виду это. Опять же, это не значит, что вы лично, если хотите изучать пятый язык, то изучаете. Вы просто знаете, что по среднему, по статистике происходит вот такой отток. Если у вас возникают какие-то вопросы, во-первых, вы можете просто поисследовать сайт программы. На сайте вышки в любой программе все доступно и прозрачно. Учебные планы, это ссылка документы, учебные курсы, все программы висят в общем доступе, преподаватели, которые там их преподают, то есть вы это можете поизучать. Есть ли обменные программы? У нас в каждом году все больше и больше студентов уезжают по обмену. Какие университеты? Там тоже есть отдельная страничка на это дело и так далее. Но если вы все это изучите, и все равно у вас остаются какие-то вопросы, вы всегда можете их задать непосредственно мне. У меня есть на моем сайте почта, даже мобильный телефон. Ну и кабинет мой здесь недалеко, в зале напротив кабинета 535-й этаж ЮАВАНКО. Спасибо большое. У нас есть случай, если у вас есть вопрос. Случай не произошел. Тогда я вас оставляю и желаю удачи. Надеюсь, встретимся через год на программе. Спасибо. Друзья, я вас уже сильно нагрузил, я вижу, что у вас уже из ушей информация вываливается. Но тем не менее, я должен вам посмотреть на том курсе, который будет для тех, кто выберет это направление, специализацию, будет у вас обязательно. Но это курс, который я назвал «Социологическое путешествие по современной России». Я, Чапуренко Александрович, профессор и руководитель гепартамента социологии. Я решил, вот, поскольку урок взаимодействия с лицеем для нас уже давно и недавнее дело, решил попробовать это на себе. И работаю в лице уже третий год. Значит, о чем пойдет речь в этом курсе «Социологическое путешествие по современной России»? Да, мы будем путешествовать с вами, но мы будем делать это как начинающийся социология. Пожалуйста, следуй, с вами. Почему я так назвал курс? Ну, немножко, чтобы, так сказать, оттронить над москвичами, многие из которых считают, что все, что там в замке, оно существует, это как-то другая вообще планета. Они, конечно, путешествуют, они бывают на курортах, в основном на нашей стране, как я понимаю. А вот как живет наша страна, мы знаем, в большинстве своем мало. Прав ли я или не прав? Правда. Ну, кто говорит, правда ли я, не прав? Ну, хорошо. Значит, следующий слайд, пожалуйста. Ну, путешествие, жанр для вас знакомый по литературе, да, первым путешествием, с которым, наверное, вы познакомились, это «Радищин», вот «Тешествие» из Петербурга и Москвы, вот, ну, дальше был «Некрасов», там, ну, если жить хорошо, ну, и так далее, и так далее. Значит, следующий слайд, пожалуйста. Чем отличается жанр путешествия? Тем, что в основе этого жанра описание того, что мы увидели, услышали, подсмотрели, это какие-то заметки, иногда разрозненные, которые могут сложиться в общей картине, могут не сложиться, а в каких-то землях, в каких-то городах, людях, представляющих разные слои и так далее, и так далее. Ну, это литература. А чем отличается социологическое путешествие, пожалуйста, следующий? Отличается тем, что мы должны с вами будем не только увидеть и отобразить то, что мы увидели, но и попытаться ответить на вопрос о том, а почему происходит то, что вы с вами увидели, мысляно путешествуя, скажем, по провинциальным городам или разбирая конфликты между поколениями в современной России, или, говоря о том, почему значительная часть россиян, живущих в Москве, не очень любят москвичей, то есть мы должны не просто констатировать это, но попытаться дать ответ на вопрос о том, а почему это так? Дальше, пожалуйста. Ну, а о чем мы будем с вами в ходе этого курса рассуждать? Ну, конечно, о современном российском обществе. о его составляющих, различных слоях, группах, которые, собственно, и формируют это общество. О том, как они взаимодействуют друг с другом, какие при этом возникают проблемы, почему. Будем, конечно, это сравнивать, российское общество, его различные проявления с тем, что мы могли наблюдать или о чем мы могли читать, или о чем мы знаем из опыта других стран. Будем говорить о ценностях, о нормах, о представлениях людей, как они формируются, почему, и какую роль играют в их жизни, в жизни общества. Как мы будем работать с вами в 10-м классе? У нас будет 48 часов занятий. Начнется это в декабре, и, как я понимаю, конец мая. Это будут лекции, которые будут читать я. Это будут семинары. Семинары будут вести, посмотрим, сколько будет у нас групп, значит, будут вести наши аспиранты. Что будет на семинарах? Мы не будем грузить вас большими социологическими текстами. Все это вы успеете прочитать и осмыслить, Даже если вы придете на ту программу, которую вы любите так вкусно вам представили для меня. Мы будем с вами выбирать какие-то живые, актуальные, отвечающие той теме, которую мы с вами в данный момент хорошее какое-то слово проходим, в социальных сетях, в пабликах и так далее. Вот это мы будем пытаться с вами обсуждать на семинарах. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, сколько ваша программа, вашего курса пересекается со школьной, и будет ли это исключительно как знание, что поможет тому же при профессиональной деятельности, или все-таки можно помочь при экзаменах, при пядах? Ну, первое, поскольку цель этого курса через размышления о том, что вы видите каждый день, но что вы, может быть, не рефлексируете в социологических понятиях, это будет попытка показать вам более глубоко понять то, что вы видите вокруг. в этом смысле любой опыт аналитический, который упражняет вашу голову, он, конечно, будет полезен вам, в том числе и тех утретерных целях, о которых вы говорите. Потому что человек, который умеет анализировать, умеет сопоставлять, рассуждать и приходить к выводу или и а также против за он лучше будет ориентироваться и отвечая на вопросы «проси, господи, я не верю». Значит, что будет у нас? У нас, конечно, будут какие-то формы промежуточного контроля. Первый это будет тест, мы его, наверное, в конце января или в начале федераля напишем. Это будут письменные вопросы, в которых нужно будет с множественными вариациями ответов нужно будет выбрать один или несколько тех, которые вы считаете правильными. После того, как вы прослушали лекцию, обсудили эту тему на семинаре, у вас сформировалось какое-то остановление. И в конце вы будете писать эссе. Это уже конец 10 класса. Дальше письмо. Значит, в 11 классе это будет еще 20 часов, причем только 4 часа будет лекциями, а 16 часов это будет самостоятельная работа. И когда вы ее будете выполнять, в каникулы, в праздники, в заботы, в выходные дни, это меня не очень будет волновать. Темы для этого группового проекта я предпочитаю иметь дело с небольшими командами, 3-4 человека, которые объединяются для того, чтобы сделать какой-то небольшой проект на определенную тему. Темы будут заданы по итогам нашего с вами путешествия, которое мы закончили в основном 10 классе, и будет предполагать то, что вы используете для самостоятельной рефлексии на эту тему какие-то доступны вам материалы. Какие материалы доступны? первое, конечно, это кино, и не обязательно художественное, документальное. Это какие-то ролики, которые вы можете находить на YouTube и так далее. Это визуальный ряд, который вы можете подсмотреть где-то в городе, ходя с фотоаппаратом, фотографировать, не знаю, что, людей, граффити, какие-то типичные ситуации, которые вы потом представите в своей презентации как материал, на котором вы сделаете какие-то выгручки. Так, эссе. Ну, что такое эссе? Эссе на данном этапе это будет короткий текст, примерно тысяча слов, где я буду просить вас изложить свою собственную позицию, не то, что вы прочитали где-то ну, где и купили. или какой-нибудь студнет, рефератов нет и так далее. Вы, конечно, можете все не прочитать, но меня интересует не то, что вы читаете, меня интересует ваша позиция по данному вопросу, поэтому не пересказ того, что вы прочитали, а очень короткая прогулировка того, что есть по данной теме, данного вопроса, такие точки зрения, вы в силу таких-то таких-то причин, которые вы дальше показываете, свои аргументы претворачиваете, поддерживаете такую точку зрения. Вот, ну и в известном смысле это эссе может явиться заделом для вашей групповой работы в агентском классе. Если вы увидите несколько эссе написанных на более-менее близкую тему, встретитесь, поговорите, договоритесь о выпуске групповой проект вместе. Дальше, пожалуйста. Ну, как рекордоват я рассказал про себя, вот, один из отменов, который будет вести у вас это калитарь Александра, возможно, будут еще и другие коллеги, мои молодые, но об этом буду знать и тогда, когда мы поймем, сколько будет калитарь 18. Дальше, как готовиться? Значит, в конце каждой лекции я буду предлагать вам ссылки на какой-то один или два электронных источника. Обычно это короткие тексты. К семинарам вы заранее будете получать также ссылки на то, что вам рекомендуют прочитать, для того, чтобы этот семинар не содержать на разговор. Тесты вы узнаете примерные варианты недели за две до того, как будете эти тесты выполнять. Ну, а список темы сет также в начале второго полугодия и его обновлен для этого года вы его тоже получите. Ну, и, наконец, то, что интересует всегда больше всего. Как оцениваться? Ну, вот здесь формула оценки. Значит, итоговая оценка это оценка за десятый класс плюс экзамен в одиннадцатом классе 06 плюс 04 класса. А промежуточный это вот ваша оценка в десятом классе. Значит, то посещаемость с очень низким коэффициентом, с более высоким коэффициентом активность на семинарах, тест, ну, и то эссе, которое вы напишите. Кстати, кто-нибудь видит в этом тексте ошибку? не хватает 0,1. Очень здорово, вы не заснули. Значит, на самом деле эссе будет весить 0,4. Так, ну и сегодня все где-то есть еще свои. Ну да, поехали. Успехов вам! Вопросы как-либо есть по-моему? Нет вопросов. Возвучи. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые милициисты. Я вам хочу представить сейчас курс, который называется «Социология в современном мире». Его будет вести лекция, на которую будет вести Роман Товарищ Абрамов. Это ученый и доцент в учебнике социальной наук. Он и сейчас находится в научной поездке и просил меня представить вам этот курс. Я буду вести семинары. Сейчас вы увидите наши эмена на слайде специально подготовленных. Этот курс включает в себя социологический взгляд предлагает на самые ключевые проблемы общественной жизни современной. Социологический взгляд специальный. Это специальная социологическая оптика, которая может смотреть на окружающие явления, которая позволяет их особенному образом увидеть. Я хотел бы увидеть слайд в своем оптике. Лекции будут чертоваться семинарами, лекции начнутся в декабре, и одну неделю будет слушать лекцию, Роман Николаевич и другой неделю будет встречаться с вами на семинаре и обсуждать услышанное. Вы знаете, что университетские лекции созданы не для того, чтобы как предаватель давал вам информацию, записывали, потом бы сдавали на экзамене слово в слово, что сказал учитель. Это скорее такая задача лекции в том, чтобы вас заинтересовать, в том, чтобы проблематизировать какие-то знакомые вещи, поскольку общественной жизнью мы живем, мы слышим, мы пользуемся словами глобализация массовая, общество и так далее. Давайте дальше. Это наши имена, Роман Николаевич и Михаил Алексеевич на самом деле на слайде там много букв, они может быть сейчас даже в таком темпе нельзя будет успеть прочитать, но вы знаете, что вы получите эти презентации в рассылке сразу после окончания мероприятия и сможете их изучить. Я рекомендую вам посмотреть на список темп, на список может быть темп, и просто прорезнем там три слайда программы дисциплины, там просто плотно упакованы все это содержание, вы увидите, что с одной стороны назовите там какие-то вещи, которые вы уже может быть интересуетесь, тем более тогда я вам рекомендую этот курс. Какие-то вещи вас может быть удивят, что в целом есть что добавить, сказать о вопросах, которые являются предметом изучения экономистов, политологов, историков, может быть. Давайте просто дальше посмотрим, сейчас я не буду на этом подробно останавливаться. То есть вплоть до, видите, то из последних последних, последних был, не последний файл, а последняя тема в конце, например, так скажем, например, социология вещей. Например, оказывается, мы можем распространить социологии, которые мы разработали для изучения общества на взаимодействии людей и вещей. это может быть кому-то неожиданно, это абсолютно точно интересно. И в конце этой встречи я эти семинары матередую. На семинарах у каждого будет возможность высказать какое-то свое суждение по обсуждаемому вопросу. Будет предлагаться перед каждым семинаром небольшое пассивное необъемнительное чтение. Это либо избранные места из каких-то ключевых знаков работы в этой области, либо уже и критика. Мы попробуем некоторые другие формы работы, кроме простого семинарского обсуждения. и в этом отношении мы можем быть вполне гимки. Будем оценивать ваше участие в семинарах для того, чтобы вы получили хорошие оценки результирующие, не будет никого строжить. И также мы можем практиковаться заведомо полезно для каждого из вас академическое письмо. Это наверное все. Пожалуйста спросите это курс обязательства. Это курс по модуни. Это курс по модуни. У меня все, я не буду отрабатывать. Спасибо. Дело ваше. Терементировательно. Коррекции, добрый день. Меня зовут Константин Гвоздков. Я вам расскажу про два курса. Ну, вечеринодаль дана. Первый курс является курсом по выбору. Курс называется «Город. Как и зачем его изучают социологи». Ну, вообще тема города и тема истории социологии неразрывно связаны. И быту мнения в профессиональной среде, что социология это сугубо городская дисциплина. И так или иначе любые затрагиваемые темы носят какой-то городской контекст. Ну, мы с вами об этом разумеется будем говорить внутри курса. Сейчас вам важно понять, насколько этот курс будет для вас в первую очередь обременителем, интересен. И тут надо сказать, что занятие, вообще, как это все структурируется. Думаю, за десятый класс в целом в среднем мы успеваем пройти пять больших тематических блоков. А эти пять тематических блоков, они так или иначе связаны с темой города. Первый блок называется сообщество, второй потребление, третий дети и игры, игровое освоение городского пространства, четвертая тема связана с транспортом и пятая тема связана с цифровыми технологиями. Соответственно, каждое из этих пяти тем, этих тематических блоков, они прорабатываются нами с вами в четырех форматах. Первый формат он больше такой лекционно-дискуссионный, когда вам рассказывается некоторая теоретическая вставка, рассказывается о каких-то ключевых фамилиях, понятиях, подходах, а затем мы с вами собственно попытаемся приземлить эту теоретическую рамку на нашу с вами городскую повседневность. У всех есть опыт переживания города, у нас перед всеми есть перед глазами Москва. И, соответственно, все эти темы замечательно уложатся на то, чтобы обсудить, что происходит с нашей столицей или с другими городами, в которых мы бывали. А второй формат после такого более теоретического и дискуссионного это формат чтения текстов. Обычно это небольшие тексты, порядка 10-15 страниц, в которых тоже содержатся некоторые теории либо размышления на заданной теме. Соответственно, мы с вами на семинарах уже подготовлены приходим и обсуждаем наши впечатления, пытаемся понять, что имел гидуалтер, какие ключевые идеи имеют смысл взять на вооружение и так далее. А третий формат это обсуждение видеоматериалов. Иногда видеоматериалы бывают довольно продолжительные в виде фильмов, а иногда это просто какие-то ролики. Тоже через фильм мы пытаемся в эту тему еще больше погрузиться, совместить ее с теоретическими понятиями, подходами, которые мы столкнулись в первых двух случаях. И четвертый формат это формат индивидуальных исследовательских проектов, когда вам на заданную тему нужно будет собрать какой-нибудь оперический материал. Чаще всего здесь речь не идет о каком-то таком фундаментальном и обоснованном методологически грамотном исследовании. Речь идет скорее о том, чтобы как-то зафиксировать свои впечатления, можно фото, видео в формате, изложить их и, соответственно, предложить аудитории вместе с нами поразначить, используя тот теоретический программ, который мы получили в теме. То есть, это возможность ваша продемонстрировать какую-то тему, понимаете, и, соответственно, как вы через призму этих подходов можете преломить и увидеть действительность, которая вас окружает. и, соответственно, каждая из этих тем, она в этих четвером форматах по циклу так вот осваиваем, 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 осваиваем. Соответственно, если говорить об оценивании, то надо сказать, что первые три формата это участие в дискуссии, текст и видео, семинары. Здесь в первую очередь оценивается ваша активность и она, соответственно, может быть в той или иной степени накоплена. То бишь каждый из вас получает, ну, условно говоря, мы сейчас можем так сказать плюсик, да, или лучше говорить на математическом языке единички и к необходимости выставления каких-то промежуточных оценок мы просто суммируем накопленное количество баллов. У нас выделяется группа лидеров, кто наиболее активно участвовал, группа средняя и группа остающих. Исходя из этой разбаловки, мы, соответственно, переводим в любую удобную нам шкалу от одного до десяти, от одного до пяти. Это уже как учебная часть нас подбросит. Соответственно, индивидуальные проекты есть гораздо тяжелее, потому что они подразумевают более индивидуальные высказывания, подразумевают избор данных и так далее, подготовка к презентации. И, соответственно, за курс предполагается, что вы сдаете как минимум два, а то и три индивидуальных проектов, как минимум. Они вносят существенный вес в накопленную оценку и, соответственно, без их выполнения вы, разумеется, не можете оказать в числе отличников или хорошистов. Но это в зависимости от того, сколько вы проект устали. А если говорить о связи 10-го и 11-го класса, то в 10-м классе мы, в принципе, этот курс в том виде, в котором он есть, заканчиваем. На 11-й класс, на сладкую, у нас остается тема городских утопий, да, то, как виделись города по утопическому ображению прошлого и настоящего. Соответственно, мы к этой теме еще приплюсовываем некоторые сюжеты, которые связаны с актуальной социологической повесткой, чтобы просто разнообразить и расширить ваш кругозор. Соответственно, там тоже накопительная система и в результате что мы имеем? Ту оценку, которую мы накопили, получили за 10-й класс, она промежуточная, она выставляется за 10-й класс, она умножается на коэффициент 0,7, то есть это 70% веса от итоговой оценки. И то, что вы получили за 11-й класс, оно идет вашу итоговую оценку с весом 0,3. Все мы простоем. На этом у меня все. Могу ответить на какие-то вопросы. Я просто не остаюсь с микрофоном, потому что следующий курс. Следующий курс это научно-сельский семинар. Не знаю, а, и по нему даже есть презентация. Магия. Мы его ведем с коллегой, с Никитой Большаковой. Он предполагает металлогическую поддержку на протяжении всех этих полутора лет ваших исследовательских проектов. Нужно тут обратить внимание на то, что здесь речь идет в первую очередь об исследованиях, а не о проектах практических. Я знаю, что многие из вас все-таки будут делать не исследования, а проекты. Отвечая сразу на этот вопрос, надо заметить, что разумеется, мы с Никитой можем как-то тут подсказать вам, что да как как лучше ваш проект развернуть. Но в первую очередь мы будем акцентировать внимание на изучении материала, который способствует развитию исследовательских компетенций. То бишь, как скумулировать проблемную ситуацию исследования, как поставить цели, задачи, какими методами сбора и анализа данных надо воспользоваться, чтобы достичь этих поставленных целей и задач. На что стоит внимание обратить, когда вы готовите текст, презентацию и так далее, и так далее. Вот. В случае с проектами просто мы будем например наставить на том, чтобы любой какой-то проект, будь то бизнес, будь то постановка театрального какого-то произведения, организациями и все прочее, она предполагает некоторые все-таки обследования хотя бы, то есть некие предварительные средства того, как вы видите ситуацию и исходя из этого среза видите плюсы и минусы своего предложения, своего проекта. Так что и в этом смысле этот курс будет полезен. Но так вот собственно если забегать вперед, мы конечно исходим и надеемся, что в течение 10 класса ближе к концу 10 класса, у нас удастся с вами подготовить исследование, более-менее готовое. Но целение так не происходит. В первую очередь это не происходит потому, что дедлайны и какое-то целеполагание, ощущение, переживание вот этой поставленной задачи, оно не наблюдается и редко кто пользуется возможностью защититься в первую волну в 10 классе. Хотя она довольна, на мой взгляд, эта возможность хорошая, потому что одной головной более меньше. Так что в 11 классе вы могли бы уже полностью сфокусироваться на более насущных текущих задачах. Тем не менее, соответственно, за 10 класс у нас порядка трети в лучшем случае проектов они готовы, проходят при защиту и ребята закрывают этот вопрос, но большая часть людей в 11 классе переосмысляет свой опыт проб и ошибок и возвращается порой даже совершенно новыми темами и в 11 классе мы их активно дорабатываем. Соответственно, оценка это можно посмотреть в программе курса более подробно, она тоже складывается из промежуточных оценок за разные этапы работы, более теоретического, методологического, эмпирического характера, но в конце концов мы с коллегой и с Никитой оцениваем именно финальную итоговую работу. Мы вам выносим оценку ту, которую мы бы поставили за этот исследовательский проект или за проектную работу. То есть, это некая рекомендация на путствие с некоторым подчеркиванием, какие у вас плюсы и минусы были, с тем, чтобы вы, когда дорабатывали эту работу и выходили на защиту уже на ту, на которой вы получите итоговую оценку, вы знали, с чем вы можете столкнуться и чтобы там ваш перформанс был гораздо лучше, чем у нас. То бишь, у нас это такой семинар, где есть среда для безопасного обсуждения, где есть среда некоторого понимания текущих проблем и попытка как-то ситуацию справить и улучшить. Именно так этот курс надо воспринимать.